В ноябре этого года в рамках реализации проекта реконструкции автодороги «Силикатные кучуры» подрядной организацией были выполнены работы по выносу водовода протяженностью 1 км из-под полотна автодороги. После всех проведенных работ вчера при запуске системы водоснабжения гидроудар повредил сеть, в результате чего произошли многочисленные порывы. Сейчас дополнительные бригады стянуты на место порыва. Сейчас подводятся остатки материалов. Труба здесь идет диаметром 300 мм. Соответственно, комплектуем окончательно бригады для того, чтобы максимально быстро сейчас нам на двух участках провести данные ремонтные работы. Работы по остранению неполадок проводились всю ночь. Для обеспечения бесперебойной работы котельной организован подвоз воды в две расширительные емкости объемом по 2 кубических метра. Как отмечают специалисты, сложившуюся ситуацию нельзя назвать аварийной, а лишь внештатной. Никакой аварийной ситуации нет. Котлы работают в штатном режиме. Тепло поступает в дома. Персонал весь на месте. Переведем в усиленный режим. Поэтому в любом случае мы сохраняем тепло для всех этих объектов. Однако проведение работ, вызвавших порывы с профильными ведомствами, не согласовали. Правительства Ульяновской области возмущены фактом самоуправления. Вот как сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Безусловно, вызывает возмущение то, что муниципальное образование, руководство муниципалитета без согласования с профильным министерством дало разрешение на проведение данного вида работ в отопительный период. И поскольку на системе водоснабжения завязаны системы теплоснабжения, посетка силикатного, тоже самое котельное, это станет предметом отдельного разбирательства и проведения служебной проверки, в результате чего, я уверен, будут привлечены ответственные. Уже ночью около полуночи в населенные пункты подали водоснабжение по временной схеме. А к утру восстановили во всех населенных пунктах. К обеду на несколько часов система будет отключена для того, чтобы произвести запуск уже по постоянной схеме. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Уленовской правды.